Мы встретились, дождались Вику с Семеном, сели в кафешку. Перед квестом у нас еще сколько? Часа-колтора до игры? Нет, без часов. Кто не знает? 6.40 у нас, да? Время полпятого. Короче, у нас 2 часа до игры. Мы пока что решили посидеть в кафешечке, перекусить. У нас тут, смотрите, какой красивучий абажур над нами. Прям романтика, как будто бы день влюбленных, да? Так, Вика, там ее заказ. Семен, мой, Саша, все лопаем. У меня, смотрите, какой офигенный чай. Короче, это лимон, ой, лимон, малина, облепиха, сироп какой-то, мята и лимон. Супер витаминный, супер полезный. Очень-очень, я считаю, сейчас прям только такие чаи надо пить. Супер вкусно. Да, и тут я себе набрала всяких сладостей. Мы, блин, просто перед выходом поели, но по Саше не скажешь, что он перед выходом поел. Он себе еще мясо набрал. А я не, я не могу, я сейчас просто чаек попью. Я себе вот небольшие сладости взяла, чизкейки, короче, панкейки. Ну и там ребята кушают фокус-фокус. Где фокус-фокус? Всем, всем, кто сейчас кушает, всем приятного аппетита. Вы посмотрите, как деревья светятся. Посмотрите, как заискрилось это здание. Как красиво вообще пассаж. Обалденно. Просто супер. Блин, вот на камеру даже так не видно красиво. А вживую вообще, вживую просто бомбически красиво вообще. Тут ночью совсем другой город открывается. Ладно, что, мы покушали, идем на игру, на ужастик. Я боюсь, вообще пипец. Но ничего, надеюсь, я справлюсь. Я смелая девчонка. Короче, вы думаете, мы дошли до игры? Мы не дошли до игры. Идем. Понимаем, что нам еще есть чуть-чуть в запасе время. И, короче, мы решили остановиться в Бургер Кинг. Мы остановились в Бургер Кинг. Из кафе. Зашли в кафе. Это нормально вообще? Только мы так можем. В общем, у меня здесь бургер. Большой, с говядиной, кетчуп. И фри, это ко мне шло. Это наггенсы Саши. Кока-кола. Большая. Все. Всем, кто сейчас кушает, всем приятного аппетита. А я так-то в том кафе просто чай пила. Ну, там, с пироженками. А теперь уже можно и поесть. А потом уже на игру. Все, точно. После Бургер Кинг точно на игру идем. Мы пришли на игру. Одеваем эти бахилы. Сейчас, оденем. Куда нам идти? Куда нам идти? Вот в комнатку идем. Ой, мне уже страшно. Ребят, мне уже страшно. Вам страшно? Вика, тебе страшно? Не страшно? Нет. У тебя очки запотели, мать. Это маска, да. Неудобно. А подожди. Камеру-то, наверное, тоже надо убрать. Ой, вот, короче, лок-куб какой-то, да, мы сейчас пришли. Локап. Локап. Саша, тебе страшно? Нет. У нас будет с актером. Не забудь закрыть. На нас должны нападать маньяки и убийцы. Короче, мне уже страшно. Ладно, все, я отключаюсь. Снимать-то нельзя. Пойдем штурмовать опять. Запомните меня такой красивый, да? Да, запомните меня. Запомните нас такими. Надеюсь, все будет хорошо. Надеюсь, мы выйдем живы и здоровы. И вы увидите это видео. Да. Сказать, что это... А, упало. Сказать, что это было круто, это ничего не сказать. Это настолько крутой квест. Это настолько крутой квест. Блин, ребят, если у кого-то есть возможность побывать в Екатеринбурге, я вам советую. Как он еще, расскажите, называется? Дом на окраине. Дом на окраине. Я вам советую. Это невероятнейший крутой квест. Голос вы точно потеряете. Я вам опустую. Мы сорвали голос. У нас горло болит. Все вообще нереально. Мы с Викой... Нам было до такой степени страшно. Мы ревели. Что Вика ревела, что я ревела. Было страшно, нереально. Лазить надо в такие места. Вы обалдеете. Там просто залазишь в такие места. Я не могу, у меня эмоции переполняют. Адреналин зашкаливает. Это я вам точно говорю. Адреналин просто зашкаливает. Мы, если бы не мужики, я не знаю, как бы мы его проходили. Потому что мы в них вцепились с Викой. Мы вяжем. Мы за них прячемся. Мы ничего не можем. Нам очень было страшно. Очень. Короче, дом на окраине, это вообще не передать. Это вот, 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 вот. Это даже мельком не сравниться с секретными материалами. Это настолько крутой квест. Вы даже не представляете. Как вы думаете, где мы? Ну, конечно же, мы зашли в кофе поесть. Мы два раза поели перед игрой. И после игры мы решили тоже поесть. Ну, мы не то, чтобы поесть, а мы решили посидеть, поболтать, провести вместе вечер. Правильно? Смысл-то не поесть. Под чашку супа и... Да, под чашку супа. Ну, про суп будет отдельно. Я вам сейчас расскажу историю про суп. Что у нас, у Саши безалкогольное пиво. Ребята пьют алкогольное пиво. У Семена там какой-то салат. Что у тебя за салат, да? Теплый салат, лосось с картофелем. Довольно-таки вкусный. Выглядит очень аппетитненько, между прочим. Немножко острый. Сленом яйцом, смотрю, да? Да, тут какой-то соус. Сокольный вообще. Не пойму пока, что спал. Горчица, по-моему. А, да, это горчица такая, да, да. Зерновая. Французская. Так, у Вики... У меня роллы запечённые. Да, у Вики запечённые роллы. Ты себе уже мясо заказал. Да, я буду и роллы, и мясо, я ещё и пиццу хочу, и пивную тарелку. И пиццу, и пивную тарелку, и роллы, и мясо, но ты вообще муж. Мы решили так, что те, кто не пьёт, те кушают. Да, Саша? Да, да. Мы будем кушать, раз нам будем всё пить. А они всё сразу. И кушать, и пить, они всё будут успевать. Так, у меня чайник чая, малина с какими-то фруктами и мятой и мелиссой. Дело в том, что отпуск кончается через неделю, надо всё попробовать. А у вас только начинается. Да, у нас получается ещё... Сегодня какое число? Четвёртое. Четвёртое, да сегодня же праздник. Тотик, кстати, с праздником, ребят. Да, с праздничком, с праздничком. У нас сегодня третий день отпуска. Специального, да? Да? Это... Да, ребята, блин, нам так жалко. Ребята уезжают 12-го, у них уже отпуск заканчивается. И нам дальше тут месяц считают тусить одним, Сашей, блин. Ну, вообще, нам уже так понравилось в компании. Короче, мы до сих пор, мы пока стояли, ну, сделали заказ, пока ждали, пока нам принесут. Мы всё это время обсуждали этот квест. Я не знаю, мы вот все вчетвером под таким огромным впечатлением остались. И вы не поверите, мы уже записались на ещё одну страшилку, ещё страшнее той, которой мы были. Там вообще говорят, вообще пипец. Он огромный, сколько, 100 квадратных метров, да? Следующая локация, она вообще огромная будет. Короче, мы тоже туда хотим сходить. Минотавр, да? Да. Минотавр называется. В общем, надо будет записаться. Ну, это, возможно, на следующий выходной, да, Саша? На эти. А, на эти выходные. На эти выходные, да. На следующий выходные. Да, что я это. Вот, что? Я не знаю. А мы на следующий выходной уже будем с тобой сидеть в квартире и смотреть сериальчик. Ну, да, уже будем, это, постарческий отпуск проводить. Два старичка. Они были глубокими стариками. Мы с Викой столько, и вот сейчас мы сейчас вспоминаем этот квест. Мы с Викой так кричали, нам так было страшно, мы аж плакали. Мы аж ревели. Ну, мы реально, мы ревели. Нам было до такой степени страшно, что у нас лились слезы, что у меня, что у Вики. Мы вцеплялись в наших мужиков, и нам это не помогало. Слава Богу, нас мужики еще хоть как-то там, ну, знаете, сдерживали. Если бы, мы с Викой решили так, что если бы не было мужей, и вот мы чисто девчонками бы, допустим, пошли на этот квест, мы бы умерли. Мы бы умерли, и мы бы его не прошли. Мы шли и плакали в уголки, и разли бы вы пустите нас отсюда кто-нибудь. Да, мы бы тупо требовали. Если бы мужиков не было, мы бы требовали, чтобы остановили квесты, чтобы мы вышли. Переход из комнаты в комнату, это вот, вообще, да все было страшно. Потому что тебя здесь напугали, ты понимаешь, что у нас тебе идти в другую комнату, а там темно, и тебе надо идти. И проход, причем проходы, такие, блин, не хочется спойлерить, потому что кто-то из вас, возможно, запусть пройти, но там такие проходы, что ты просто офигеваешь. Куда тебе надо залезть, чтобы попасть в другую комнату? Ты вот реально, ты реально залазишь в такие места, блин, это был пипец, это был просто пипец. И вообще там все было. Но загадки в этот раз были нормальные, как всегда, что в том квесте, что в этом квесте. На самой первой загадке, на самой первой комнате нам было самое сложное, что в том квесте, что в этом квесте. Но дальше мы прям... Да, мы... Блин, плохо видно. Да, мы сначала как-то вот это, не можем понять, что от нас хочет игра, а потом мы прям врываемся, мы понимаем, что нам надо делать. То есть, что там нет подсказки именно оператора, там те подсказки только до светом. Да, если там нам, когда секреты материалов, там конкретно подсказывали ход, здесь просто была подсказка Дании, мигание, просто комната, там какие-то звуки. Как вот дверь у нас постоянно дергается. Мы-то думали, что это нам сигнализирует, да, нет, оказывается, она нас привлекала к себе, внимание пришло. Да, что подойдите ко мне. И в итоге Александр догадался, что нужно смотреть вот этот класс. Нет, это подсказка, подсказка потом была. Не надо говорить об этом. Давайте не будем рассказывать все секреты. Говорите об этом. Обязательно сходите, безумно классно, дом на окраине, локап. Локап, кто местный, обязательно сходите, не пожалеете деньги, деньги не такие велики, сходите с компанией, вот, 4 человека, достаточно, сходите, проведете буквально какой-то час, там, час-10, но получите бурые эмоции. И я уверен, если кто-то до этого никогда не играл, это вот тот момент из жизни, который вы будете потом долго и долго и долго вспоминать и рассказывать в компании, как вы провели время. Какое вообще крутейшее приключение в твоей жизни. Не, очень круто. Это правда. Это вот после секретных материалов, просто нам теперь есть с чем сравнить, мы понимаем, что это небо и земля. Это такие эмоции, блин, мы не умещаемся в себе. Где мой штатив? Мне нужен штатив быть вовсе. Вообще, мы просто под эмоциями, под огромнейшими. Пожалуйста, это не. Что мне принесли? Вы знаете, ребят, я давно хотела попробовать, даже не так. Мне ложку не принесли. А, есть ложка, да? Даже не так. Поснимай меня. Поможешь вот так. Я хотела очень сильно, хотела попасть в Таиланд. Это была моя мечта. И в Таиланде, естественно, мне хотелось попробовать их национальную еду. Я много смотрела видеообзоров про то, как в Таиланде кушают тайландские супы том-ям. Это на кокосовом молоке. Они пряные, острые и идут с морепродуктами. Ну вот, вы видите, да, мидии, креветки, вот, в ракушке идут мидии, кальмары. Ну тут такой помидорчик обязательно, черри, да. Я слышала, что это обязательно такое. И я очень хотела попасть в Таиланд и попробовать их национальный суп. Ну, как вы понимаете, в этом году я вам говорила в прошлый раз, когда мы с Турцией прилетели, я говорила, что в следующий отпуск мы летим в Таиланд. Ну, в связи с эпидемией мы ни в какой Таиланд не попали. Я в России, но я решила, блин, в России? Это не говорит о том, что я не могу попробовать этот суп? Короче, я его пробую впервые, пробую прямо на это. Перед вами. Мне очень интересно попробовать, что это. Это на кокосовом молоке с морепродуктами. И должно быть острым. Это очень вкусно. И он какой-то с кислинкой. Острый слегка. Возможно, конечно, в Таиланде он намного острее. Тут слегка пряный. Нет, с кислинкой. Очень-очень вкусный. Короче, блин, я рада, что это сказала. И еще мне подали к нему рис и лайм. Ну, мне кажется, рис лишний, но лайм, может быть, можно будет чуть-чуть еще добавить. И все. С удовольствием покушаю. Сом-ям. Все. Так, мне принесли еще тарелку с мидиями. Такая вот красотища. Буду кушать. Сегодня я по морепродуктам. Саша, что у тебя? Что тебе принесли? Это что? Мясо с картофелем. Это свинина? Каплянка. С каблянка. С каблянка. В общем, мясо это. Да, Семен, короче, смотрел, как я тут причмокивала на супы и говорит, я тоже хочу тайские супы пробовать. Я сейчас тоже тебе что-то выпью. Вика уже съела свои роллы, тоже что-то себе смотрит. В общем, мы пока еще кушаем супы. Тебе принесли этот суп? Я не понял, от кого броши? Тебе? Это нам всем принесли. Вот такие клевые. Я хочу плач. Попробуй, я тут целиком. Сейчас я попробую. Вот у меня какая вкуснетина. Да. Так, Вике принесли пасту. И смотрите, ей сыр пармезан принесли вот в такой вот железной шелочке. Блин, прикольно вообще. И ты посыпаешь сыра столько, сколько тебе хочется по вкусу. Да я могу туда всю банку поспать, я обожаю сыр. Вика, будь скромной девочкой, не надо всю банку. Скажется, не про меня. Приятного аппетита, девочка. Очень вкусно. Я ем свои эти, мидии, уже посмотрите, полуторелки с лопалом. Очень вкусно. Это мне подруга однажды. Сейчас расскажу. Вот этот вот соус очень вкусный. Что? Первый человек такая у меня. Пишет прикол, это давненько было, может быть, лет пять-шесть назад. Ты любишь сыр? Я вообще обожаю сыр. Я ей такая пишу, да, люблю сыр. Блин, Вик, что у тебя все дни пишешь? Там прикол был. Я говорю, что за прикол? Ну, скажи, что ты не любишь сыр? Я говорю, ладно, не люблю. Блин, жаль, я такая крыса. Я говорю, ты чего? Я говорю, что ли? Она в жоптик, я тебя пребью. Карусель я люблю. Я помню его премьер. Вот такое веселье. Знаешь, мы в Волгограде раз пошли в какое-то итальянское кафе в карусели. Да, в карусели. И, значит, не помню название блюда. Была паста там какая-то. Принесли мне, значит, эту пасту. Ну, что это? Знаешь, это как в детстве было. Мам, хочу пасту итальянское. Она мне просто варила макароны, открывала банку лечь, высыпала пулак. Пожалуйста, сама паста Леангер Мангарден. Что-то там. Я один в один. Ну, это было не очень, честно. Ну, если это мне так не так вообще готовит, никто с меня пасту. Саша себе заказал. Что ты себе заказал? Он уже съел то мясо, которое я вам показывала. В кабленках. Тарелочку. Тарелочку себе заказал. Семен тоже себе заказал. Он тоже уже съел свой суб. У меня еще суп стоит. Я еще какая-то. Я не могу так быстро есть, как они едят. Ну, как мужики наши едят. Пацанам принесли пивные тарелочки. Мне прям ухудес что-то запипал. Я думаю, это сыр. Это сладко-жарень. Это сырные палочки, да. Там должен быть внутри сыр. Жареный сыр. Ммм, блин. Я уже чувствую, как тебе вкусно. Он не очень любит сыр. Нет? Ему не очень вкусно. Пацанам, дай я посмотрю. Я кроме твоей руки ничего не вижу. А креветки где? Вон там. Я хотела креветку. Мне надо мокать, Сень. Это разные соусы, которые мокать. Мне надо одну снять. Я хотела ее попробовать. Ммм, как это вкусно. Как это жирно. У меня сыр. Угу. Креветка вообще. Сон? Угу. Сон.